Сегодня их праздник. В зале Краевого театра драмы, труженики полей, комбайнеры, доярки, водители, механизаторы и руководители хозяйств. Свыше 700 человек. Многие посвятили отрасли большую часть жизни. Так начальник механического цеха из советского района Александр Байдин в сельское хозяйство пришел еще мальчишкой. Там и остался. Сегодня за верность профессии губернатор вручает ему почетную медаль. На мероприятии подвели итоги года. К примеру, аграрии собрали свыше 4,5 миллионов тонн зерна. Больше 1 миллиона тонн сахарной свеклы. Это достойный показатель. Отметил губернатор. Тем более, что год был чрезвычайно сложным. В 15 районах бушевала засуха. Вы знаете, что целый ряд наших районов степных, к сожалению, оказались практически на грани принятия решения о введении, наверное, режима чрезвычайной ситуации. Урожай спасли, ЧАЭС не ввели. Правда, отдельные фермеры все-таки понесли серьезные убытки. Так, зернохранилища фермера из Михайловского района Виктора Дафта в этом году оказались полупустыми. Видите, он мелкий, не хватило воды, ему налиется, масляничный сорт. И у нас никогда такого не было. Но благодаря засухе, опять же, такие результаты. Кстати, осложняет жизнь не только засуха, но и дополнительные налоги для сельхозтоваропроизводителей. С этого года для сельхозтоваропроизводителей ввели налог на добавленную стоимость. И 10% от цены мы отдаем государству. Еще один удар по карману аграриев – это перевооружение. Стоимость одного трактора – 7 миллионов рублей, а уборочного комбайна – 30 миллионов. Благо, еще действует госпрограмма, согласно которой аграриям компенсируют 15-20% стоимости приобретенной отечественной сельхозтехники. Ее все грозятся отменить. Или это рекламный трюк этих продавцов, что вот сейчас не возьмет ее, дальше не будет. Или действительно где-то обсуждается вопрос, что ее пора прекращать. Оказывается, подумывают отменить уже давно. Если это произойдет, мелким фермерам новой техники не видать, уверены представители районной власти. Тяжеловато будет. Опять же, получается, что если этой программы не будет, то технический парк будет перевооружать только крупные сельхозтоваропроизводители. Мелким опять останется только менять старые. А вот автомобили некоторым фермерам сегодня поменяли бесплатно. В рамках праздника выдающимся аграриям вручили ключи от Нивы, Шевроле и Лады. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.